Добрый вечер, уважаемые зрители! Мы продолжаем специфический мини-курс, посвященный управлению человеческими ресурсами. Сегодня у нас вторая лекция. Мы говорим про сердце и чар, модель компетенций. Я благодарю всех, кто комментировал предыдущие лекции, благодарю за действительно острые и интересные вопросы. И благодаря этим вопросам я модернизировал курс от своего исходного представления. Итак, давайте начинать. Что такое модель компетенций? Прежде всего, это набор, который не просто так существует абстрактно, а необходим для успешного выполнения своей деятельности на неком уровне. Пока мы не знаем на каком. Модель компетенций должна учитывать особенности деятельности конкретной организации и приоритеты развития. Я хочу вот здесь остановиться и поговорить про очень важный вопрос. Это простое и расширенное воспроизводство. Это, в общем-то, эконом-теория, первый курс. Мне тогда, когда я слушал лекции преподавателей, казалось это все несколько абстрактным и мало связанным с реальностью. Но это не совсем так. Простое воспроизводство – это когда компания находится на одном и том же уровне, но и не расширяется, не развивается. Стабильность, так называемая. По модели циклокотизиса это стабильность, аристократизм, аристократизм. Хотя и на стадии стабильность может быть какое-то расширение. Но, в общем-то, простое воспроизводство. Это обычно, допустим, мы продаем там на 200 миллионов рублей в месяц. Ну, примерно плюс-минус так мы и продаем дальше. Некий денежный поток есть, и он сохраняется. Расширенное воспроизводство, соответственно, мы расширяем наши объемы продаж. Соответственно, растет производство, растет закупки и так далее. Растет численность персонала в компании. Вроде бы все понятно. Однако, пока, пожалуйста, уважаемые зрители, запомните. Модели компетенции для тех и других ситуаций, даже на одних и тех же должностях, разные. Менеджер по продажам в компании, ориентированной на простое воспроизводство, должен обладать одной моделью компетенции. Менеджер по продажам в компании, ориентированной на расширенное воспроизводство, должен обладать другую модель компетенции. И вопрос о том, как привести из точки А в точку Б модель компетенции, мы будем обсуждать далее. Как примерно она описывается? Ну, вот, например, ориентация на клиент. Я взял абсолютно абстрактный пример. Вот, некомпетентность, уровень развития, опыт и мастерство. То есть, четыре уровня. Я лично встречал модели компетенции с десяти уровнями градаций. Им очень тяжело пользоваться. Ну, и, в общем-то, тяжело и ранжировать. Опять же, у вас могут быть самые разные ранжирования. Главное, пишите, чтобы было понятно, собственно, к какому уровню, какое состояние компетенции сотрудника относить. Какова структура компетенции? Ну, на самом-то деле, она не шибко сложная. Это soft skills, как их называют, или мягкие навыки. Это профессиональные навыки, это управленческие навыки. Когда сюда добавляют корпоративные компетенции, я с вашего разрешения не буду, потому что они у всех свои. Soft skills я делю на личностные природные и личностные социальные. Почему я так их делю, хотя не очень-то это принято? Потому что изменить характер человека невыносимо сложно. Если человек по природе – меланхолик, либо фолигматик, либо какое-то сочетание между ними, то превратить его в холерика, либо в сангвиника – это пытка. Это надо ломать всю его личность. Если человек привык на работе общаться с контингентом, который некультурен, который выражается нецензурно, то если вы его переместите в офис, ему очень тяжело будет измениться. Это личностные природные навыки. Что-то идет от природы, что-то накопилось за годы жизни, с какие-то социальные импринты. Поломать их можно, но практически это нереально. То есть крайне сложно, нужно огромное усилие со стороны человека, заставить его все это меняться. Это не для работодателя задача, это задача для профессионального либо психолога, либо психотерапевта. Но последние занимаются болезнями, а первые дорого стоят. Что такое личностные и социальные? Это те навыки, которые нужны для взаимодействия в социуме. Например, та же самая ориентация на клиента, навыки, риторики. Навыки риторики, например, не относятся ни к какой профессии. Я, конечно, сталкивался с уверенностью, что это относится к менеджерам по продажам, но это бред. Менеджер по продажам должен обладать навыками риторики, но совершенно не значит, что если сотрудник обладает навыками риторики, то он обязательно менеджер по продажам. Риторику можно развивать. Все остальные навыки, которые выращиваются в рамках социума, можно развивать. Развивать их сложно. Развиваются они обучением, тренировками. Но можно. Профессиональные. Теоретические знания и практические науки. Здесь, в общем, если вы теоретически знаете, как устроен планшет, вы изучали радиоэлектронику, мехатронику и другие науки в УЗИ. Класс. Вы читаете много курсов, тоже класс. Практические науки – это умение, это реализовать. Прямо реально на практике. Я довольно давно уже не программирую. Вот так получается, что физическое время у меня уже на это никакого нет. Ну, наверное, последний это был питон. Так называемый data science. Я смотрел, интересовался в общем этим направлением. А что касается 1С, довольно давно. Однако, знания у меня крайне огромны. В области самой архитектуры метаданных, их связи, их возможностей. В области СУБД. Но каждый день я код не пишу. Соответственно, автоматическая, рутинная, механическая работа, она уже утратилась. То есть, мне надо где-то месяца 2-3, для того, чтобы снова набить руку, навык утрачивать. Это как велосипед. Все мы с вами, ну, практически все катались на велосипеде. Многие кататься продолжают. Ну, вот, если взять человека, который 15 лет не катался на велосипеде, он сядет на него, он упадет. Ну, а через некоторое время он очень быстро вспомнит, как держать равновесие и поедет. Помните, навыки имеют свойство утрачиваться со временем. То же самое, вот, лучший пример – это английский, вообще иностранный язык. Я прекрасно знаю грамматику английского языка. Читаю с английского языка, пишу на английском языке. Ну, собственно, кто видел курсы по Тагавту, тоже, я думаю, догадался, что этот материал иноязычный, он английский, он переработан. Он был, естественно, я его прочитал на английском языке, на каком еще. Но я не разговариваю на английском. Почему? Потому что у меня никакой практики нет. Люди, с которыми я переписываюсь на тематических форумах, там, в социальных сетях, иностранные корпоративные архитекторы, бизнес-архитекторы, системные архитекторы, руководители внедренческих компаний, команда. Они не очень хотят общаться в аудиоформате. Мы просто переписываемся. Соответственно, аудиопрактики нет. Значит, если сейчас услышу я иноязычную речь, а мне пришлось ее услышать во время Чемпионата мира 2018 года, ко мне обратился гражданин другого государства, и я уже на слух не могу распознать. То есть, у меня слуховое восприятие иностранной речи, как навык, оно утратилось. Соответственно, правда, жизнь. Управленческие. Почему такое разделение? Потому что администратор – это человек, который занимается непосредственно менеджментом. Администратор составляет регламенты, работает по регламентам, собирает отчеты. Но вы должны понимать, что мотивацией администратор не занимается. Мотивация – это лидерский. То есть, есть такая картинка в интернете, на которой нарисован. Лидер, который ведет людей вместе с ними, тянет огромную кирпичную каменную глыбу, он впрягся в этот вот волокуш и первым тянет. Администратор – это тот, кто сидит на этой клыбе и указывает, как ее тянуть. Соответственно, я не встречал людей, которые на 100% лидеры или на 100% администраторы. Может, они и есть теоретически. Ну вот, вот это соотношение, оно описывает управленца. То есть, кто-то больше лидер, кто-то больше администратор. Опять же, это не значит, что это хорошо или плохо. Просто вот такая история. Как это все связано друг с другом? В основе лежит модель компетенции. HR-менеджмент строится на этой модели. Бизнес опирается на HR-менеджмент, как на поставщика человеческих ресурсов. Модель компетенции – она везде. Она в потворе персонала, она в адаптации персонала, оценке, обучении, мотивации. Если у вас нет модели компетенции, ваш HR-менеджмент – это не HR-менеджмент, это вот эти кусочки по управлению персоналом. Где-то существует рекрутинг, где-то кто-то что-то кому-то учит, а еще где-то занимаются мотивацией. Обычно на KPI. Какой KPI, если нет ни модели компетенции, ни в нятных целях, которые идет компания? И совершенно непонятно, опять же, почему люди должны развиваться. Я сейчас в завершении задам вам вопрос. Если меня слушают управленцы, они сразу поймут о чем-то, почему люди должны хотеть развиваться. Когда я был молодой и глупый, мне казалось, что развитие – это цель всех людей на Земле. И когда я понял, что многим людям совершенно неинтересно развиваться, что-то читать и что-то изучать, в принципе, и они хотят такую работу, на которой они просидели и рабочий день ушли, я осознал, что проблема того, чтобы мотивировать людей развиваться – это большая проблема. Поэтому над этим я рекомендую всем зрителям по домам. Как заставить, убедить, мотивировать ваших сотрудников, вас самих, развивать себя в различных областях? Будь то soft skills, тот или иной, будь то профессиональные навыки, будь то управленческие навыки. Для чего это делать? На этом пока спасибо за внимание. До свидания.